Сахалинским сельхозпроизводителям продолжают оказывать поддержку для развития хозяйств. Так, например, семья из Анивского района занимается разведением мясного скота. В 2020 году начинающие фермеры получили грант. Как они его освоили, расскажет Адалина Леонова. Для семьи Гуреевых все началось с содержания двух быков. Использовать меры поддержки предприниматели решили сразу. Подали заявление на грант Агростартап и выиграли. Средства вложили все на косилку. Дело стало набирать обороты. Теперь здесь настоящее крестьянско-фермерское хозяйство на 419 голов и богатый парк спецтехники. На этом животноводы останавливаться не собираются. Мы планируем участвовать на грант семейная ферма. То есть мы уже прошли в сроки и ждем, вроде как сказали, в июне месяце этого года. Грант? Ну, на расширение фермы. То есть у нас так как растет поголовье, то есть нам нужно для того, чтобы их содержать, нужно больше места. Получателями гранта могут стать как и совсем молодые предприниматели, которые только начали свой путь, так и опытные хозяйства. Например, грант семейная ферма могут получить КФХ, работающие не меньше года. На реализацию своих идей предприниматели могут получить до 30 миллионов рублей. Но при этом также существует ряд обязательств по производству продукции. Ну, по норме у нас там, получается, должен быть прирост продукции 10% ежегодно. А вообще, по условиям предоставления грантовой поддержки, хозяйства, ну, как начинающие, будем говорить, фермеры, а как стартап, они должны осуществлять деятельность не менее пяти лет после получения гранта. То есть они должны осуществлять деятельность пять лет, и имущество они не имеют права, то, что они приобрели из-за средства гранта, ни продать, ни передать, ни сдать в аренду. Получить помощь фермеры могут не только за счет грантовых конкурсов. В области действует более 40 мер поддержки и субсидий для разных видов сельскохозяйственной деятельности. Например, это возмещение части затрат на приобретение техники, удобрений, кормов и ветеринарных препаратов. С оформлением всех документов и заявок бесплатно помогут специалисты Центра сельхозкооперации и поддержки фермеров. Основное и самое важное – это человек занимается сельским хозяйством, у него что-то есть в наличии, и он уже что-то производит. Соответственно, обратившись к нам, мы можем подсказать, как получить эту субсидию, как получить вообще любые меры государственной поддержки, связанные с сельскохозяйственной деятельностью. Направим его в Министерство сельского хозяйства для того, чтобы подать заявку на получение этих субсидий. Обширную поддержку для сельскохозяйственного направления оказывают уже около 10 лет. За это время в регионе появилось более 200 фермеров по разным направлениям.